Добрый день! Это Клуб Spotscape. Сегодня у нас будет открытие коробки Run Wars игры, которая только недавно появилась у фирмы Fantasy Flight Games. Это, наверное, одно из любимых их деточ на данный момент, потому что, в принципе, это полностью их мир, тот, который они сами от начала до конца исследовали. То есть, в принципе, это вселенная Run Bound, которую вы можете видеть в играх, которые уже были, Run Bound и Descent. Итого, сейчас мы посмотрим, что же внутри коробки. Это одна из основных сейчас направлений работы Fantasy Flight Games, это продвижение данной игры. Как мы видим, здесь достаточно стандартный набор, да и коробка, в принципе, сама размером. Точно такая вот, как, например, Imperial Assault Armada или же Imperial Assault стандартная игра. Здесь мы видим их нестандартный буклет, уже обновленный. Тут нет уже моделей и вселенной 40, которую они, в принципе, уже не представляют. Но это нас не особенно сейчас интересует. Основное то, что здесь есть. Первое. Это то же, что есть во всех их играх от X-Wing до Imperial Assault. Это один из буклетов, который называется «Научись играть». В принципе, мы будем разбирать отдельно уже правила, как играть. Это будет отдельным видео, потому что здесь, хотя это нельзя сказать, что очень сложная игровая система. Она сделана специально, чтобы быть достаточно простой. Вот видите, даже здесь сборка есть. Мы это будем разбирать немножко отдельно. Так, дальше. Теперь вторая книга, которую также практически все, кто когда-либо играл в X-Wing или же в Imperial Assault, могут узнать, это справочник правил. Справочник правил – это, в общем-то, и есть правила в алфавитном порядке с кратким их описанием. То есть, по большому счету, все вот эти правила вы можете найти, если вас интересует уже сейчас на сайте Fantasy Flight Games. Они доступны в свободном доступе. И, наконец, третье. Данной книги нет ни в X-Wing, ни в подобных играх, которые Fantasy Flight Games делает. Это, в принципе, книга их истории, книга этого мира. Здесь описывается, что это такое, кто где, какая вселенная и так далее. То есть, по большому счету, это предыстория самой игры. Поскольку, как я уже говорил, это, ну, можно сказать, одна из основных сейчас направлений. То, чем хочет заниматься Fantasy Flight Games, включая то, что они уже, я немного забегу вперед, они перешли из ранга просто покрашенных моделей или настольных игр немножко в разряд уже Wargames, потому что эту игру надо уже собирать, и она поставляется как Imperial Assault, не покрашенной. Так, ну, здесь мы видим шаблоны. Вот это то, что собирается вот такие вот движения, команды. Это то, что мы будем уже смотреть в правилах. Остальные тоже жетоны. Плюс вот есть элементы ландшафта. Вот, здесь шаблоны поворота такие похожие на X-Wing или же даже, ну, скорее всего, она больше похожа по своему построению на Armando. Ну, вот, тем не менее, вот это. Вас не должно пугать, что здесь есть вот такой вот ландшафт плоский. Плоский ландшафт предполагается в этой игре, и можно играть и так далее. Но изначально даже, о чем они говорили в Fantasy Flight Games непосредственно в своих презентациях, это о том, что данный ландшафт не самый красивый. Они предполагают, что вы можете использовать трехмерный ландшафт такой же, как вы использовали в любых других варгеймах. То есть, как в Fantasy, играх каких-то и так далее. То есть, и стол, кстати, здесь тоже такой же, как уже у больших варгеймов. То есть, начальный тот, который мы можем играть вот из этого набора, это, в принципе, ну, практически как и в X-Wing. А уже большие, это действительно полный стол 6х3, 6х4, как в варгеймах. Так, здесь мы видим разделение коробки абсолютно такое же, как в Звездных Войнах. Здесь мы что можем найти? Ну, любимое детище Fantasy Flight Games, это очередные кубики на очередную игру. Плюс еще вот такие вот небольшие подставки, это так вот вертикально ставятся сами, около каждого отряда вот эти вот сами командные указатели, которые там кружочками наводятся. Дальше. Что еще? Ну, это, опять же, любимый размер Fantasy Flight Games. Это идут карты также, как в X-Wing, в Imperial Salt Armada и многих других их играх. Это различные апгрейды. Как вы видите, они идут, в принципе, по-разному. Как раз здесь, в принципе, две колоды. Здесь вот. У них разные обложки, потому что они разные символизируют. То есть, по большому счету, мы это уже видели в других играх Fantasy Flight Games. Так, это отдельно. Теперь дальше. Ну, и теперь, опять же, большие карты. Набор их достаточно большой, опять же. То есть, в принципе, вам для того, чтобы познакомиться с игрой и начать играть, здесь есть полностью две армии. На них полностью все, что угодно есть. Так. Ну, здесь вот такие вот маленькие упоминания, что такие, какие действия. В принципе, оно очень полезно, особенно для начинающих. Это напоминает, опять же, как поставляется в X-Wing. Они даже не скрываются эти сами на презентации, это всегда показывали. Есть вот такие вот карточки, как они объясняют правила там над бомбой, на что-то остальное. Здесь такое же пояснение и есть вот. Как расставляться для разных миссий. Ну, и подобное. То есть, вот, что на кубиках написано и так далее. Ну, это мы будем отдельно уже рассматривать. Ну, вот. Вот так выглядят карты непосредственно самих отрядов. Вот. Здесь уже идет больше художественный текст. Вот. А здесь описание непосредственно, что они делают. Ну, и так далее. Вот уже для второй отряда. Вот описание непосредственно, видите, ландшафта, что как идет. Ну, и так далее. Здесь, в принципе, нет разделения. Они вместе сложили все карты одинакового размера в эту покупку. Поэтому она просто разбирается уже непосредственно в процессе игры. Дальше. Новое. Чего нету ни в одной из их игр других. Это вот такие вот подставки. Они достаточно, кстати, увесистые. У них есть защелки. Ну, вот. И они могут собираться. Они могут собираться в разные такие вот компоновки. Они достаточно крепко держатся. Но это как раз и есть их особенность. То есть, вы изначально собираете модели и вставляете их вот в эти вот треи, которые вы непосредственно будете впоследствии передвигать эту игру. То есть, мы здесь видим вот такие вот размеры. Нельзя сказать, что это пехотные, потому что они под разные отряды могут быть. Вот явно, допустим, под мелкую пехоту. Потому что здесь есть пехотные монстры и так далее. И они уже объявили гораздо больше фракций. То есть, на самом деле их будет изначально четыре. Хотя две выходят. Плюс будет еще одни сразу же практически будут выходить эльфы лесные. К ним будет отдельный набор. Это практически колоды. И плюс кубики и шаблоны. Там не будет просто двух армий и плюс набор непосредственно этих. Ну, это получается непосредственно такие. И вот то, что здесь идет для кавалерии. Ну, такие вот на две. В принципе, они сопоставляются. То есть, здесь, как уже было объявлено, будет сопоставляться. То есть, можно присоединять отдельных персонажей к отряду и так далее. То есть, поэтому оно и сделано стандартным. Вот эти вот защелки для каждого из них. Дальше. Ну, наверное, то, что мы больше всего и хотели увидеть. Это непосредственно армия. Тут плохо видно, но мы сейчас ее откроем и туда посмотрим. Это одна. А это вот вторая. Здесь я просто продемонстрирую, как они собираются. Вот это, например, одна из моделей армии. Вот мы можем увидеть большая подставка. Вставляется непосредственно вот в этот вкладыш. На вкладыш надевается достаточно просто. Защелкаются вот так вот ноги. Потом мы одеваем. Тут, в принципе, ошибиться сложно, потому что здесь пазы сделаны, ну, наверное, как в вормашине. Они очень часто так начали делать. Я этого не по-другому не поставить. Надели паз. Взяли. Прицепили сверху. Вот такой вот монстр. Ну, и получается раз рука. И вот у нас вторая рука. На самом деле модель очень красивая. И, в принципе, пластик, он не такой, как в Armadi и всем остальном. Он гораздо более детализирован. И, в принципе, он, наверное, ближе к свинку. Но все-таки не такой хрупкий, как там. Он специально изначально предполагается, что вы его сможете красить. У Army Painter уже есть объявлены наборы как раз для каждой армии. Вот, в принципе, для того, чтобы вот это вот можно было создать. Да, их можно не клеить. Их можно вот так вот собрать и изначально играть. Но, по большому счету, они, естественно, если вы хотите собрать их по-настоящему, чтобы они не разваливались и так далее, их лучше всего клеить. Клеятся они суперклеем. Не клеем для пластика. Ну, например, вот размер голема. Если будет проще, вот, допустим, это практически модель человека ГВ. Но это их скелет. Вот такого вот они, сопоставимого размера. Так, дальше. Теперь возьмем какую-то фигуру. Ну, вот, например, это их скелеты. Как видите, у них, в принципе, здесь лук. Вот так вот руки, они изначально уже полностью практически полусобраны. То же самое. Вы не промахнетесь, как их собирать. Потому что они вот так вот вставляются в пазы. Так, это от него. Несколько вариантов, оказывается. Вот. Вот этот подходит. Так. То есть, они, в принципе, фигуры немножко чуть-чуть разнятся. Я не буду закреплять версильно, но вот. Вот так вот, получается, выглядит скелет. Опять же, сравним с размером модели Games Workshop по классической. То есть, можно сказать, что они одинаковые по размеру. Поэтому они достаточно... Кстати, и между прочим, они очень, вот как вы можете видеть, они очень детализированы. Все хотят увидеть вот эту вот модель. Такого вот наездника своеобразного. Они потом будут выходить еще как отдельный набор. Но, как и во всех играх Fantasy Flight Games, отдельные наборы, это не то же самое, что вы берете здесь. Там обычно всегда другие апгрейды, идут другие герои. Так что, плюс, здесь он один, а там их несколько сразу. То есть, видите, достаточно все просто. Даже не особенно прицеливаясь, промахнуться, честно говоря, куда как. Так, достаточно сложно. Допустим, вот так вот. Ну и... Сейчас моему руку только прицепим. Опять же, просто найти правильное положение. Просто найти правильное положение паза. Ну вот. Вы ее можете видеть. Если их, допустим, даже сравнить. Это две достаточно большие модели. Они очень детализированы, очень хорошо сделаны. Может, потом, если будет интересно, мы будем делать уже видео, как их красить. То, скорее всего, уже тогда попробуем, как действительно они обрабатываются и насколько хорошо, допустим, на них держится краска. Ну, я не думаю, что проблемы будут с краской. А вот насколько они обрабатываются и не будут ли они так, ну, расслаиваться, как и иногда вот такие вот легкие, ну, своеобразные гибкие модели. Это надо будет посмотреть. Ну, если они, в принципе, предполагали, что его будут красить, то я думаю, что все-таки они с этим как-то справились. Ну, вот смотрите. Здесь идет модель как раз садник. Она из трех деталей. То есть она будет вставляться вот тут подставку, которую мы видели как подконных. Достаточно просто все вставляется. Опять же. И вот так вот хитро. Немножко оно скрадывает таким образом линии швов. Вот так вот хитро цепляется сама голова. Ну, как вы видите, он, в принципе, очень неплохо выглядит. Это объемная модель. Не просто такая вот плоская, как иногда защелкнула-защелкнула, она там еле-еле красота настала. Вот, посмотрите. Видите? То есть достаточно большая модель. Модель, в принципе, можно сказать, стандартного размера Fantasy. Если говорить об отряде, то вот он. Как мы видим, есть еще одна хитрая особенность. Позы и расстояния подогнаны так, чтобы модели не соприкасались. То есть здесь нет вот такого, может быть, случайно получается, когда вы слишком близко сопоставляете модели в подставках, вот этих вот подносиках, что они начинают мешать друг другу. Здесь, как мы видим, они изначально это выверяли. При том, как я не вставлял их по-разному. То есть можно вот так вот, например, переставить. Видите? Абсолютно оно никак не достает друг другу. Хотя, да, у них есть повторяющиеся позы, но тем не менее это не особенно влияет, особенно учитывая то, что ко всем, абсолютно всем этим отрядам заявлены еще дополнительные... не дополнительные отряды, а дополнительные модели, которые будут служить как знаменоносцы, как командиры и прочее, которые будут явно вот это вот все разнообразить. Они будут тоже, кстати, пристегиваться как раз в зависимости от формации, которую вы выбираете. Здесь мы можем увидеть непосредственно вот героев, которые идут на бой. То есть это вот по одному для каждой армии. Как мы видим, у них идут у всех большие подставки. Ну и плюс вот так вот опять же собраны вот эти вот модели. Собираются они очень просто. Пока Скука не собирал из этих мелких моделей и ни разу не пользовался инструкцией, и это никогда особенно не нуждалось. Но тем не менее она все равно есть. Можно увидеть отряд скелетов лучников. Можно немножко там по разнообразию поставить по-разному. Вот так вот они собираются, их несколько штук. И только один из этих. А здесь мы видим отряд копейщиков. Они их рассовали по разным пакетикам, которых Fantasy Flight Games, как всегда, огромное количество. И там они есть в разных немножко позах. Поэтому если собирать, то надо открывать все и искать все одинаковые модели. И потом их собирать или собирать, а потом уже расставлять по вот этим подставкам так, чтобы они были более или менее разнообразные. Здесь мы можем увидеть отряд нежити. То есть уже не лучников. Как видим, они достаточно разнообразные. Детализация очень неплохая. Да, они мелкие, поэтому иногда вот эти вот пазы достаточно мелкие. Поэтому все-таки я бы рекомендовал их всегда клеить. Но в любом случае они держатся вот это в данном случае без клея, без ничего. Ими спокойно можно играть уж точно прямо из коробки, когда вы только хотите начать. То есть сейчас мы вам представили все основные подразделения, которые есть. Не в полном количестве, но так как они есть в наборе. То есть если вот, допустим, смотреть еще для снообразия. Вот так вот выглядят скелеты рядом с их наездником. И сейчас мы будем просматривать и изучать правила, которые мы только недавно получили. Чтобы в следующий раз мы уже могли сделать и рассказать вам непосредственно механику игры. Как она играется. И показать уже действительно, как собирается, ставится и используется армия. Всем приятного дня. Это был клуб Сплскейп. Играйте и смотрите наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok